Не-не-не, я вас туда не удерживаю. Я не могу ключи найти, представляете? Закрыл и уехал в середине марта этого года бизнесмен Сергей Сухоруких, который владеет участками земли в энергетике, заточил нашу съемочную группу еще одного мужчину в садоводстве. Мол, частная собственность. Лишь спустя три часа удалось выбраться с помощью правоохранителей. Мы написали заявление. Правоохранители нам сказали, что все материалы дела переданы в следственный комитет. Это идет доследственная проверка. Между тем, буквально вчера я ездила в следственный отдел для дачи показания. После съемки мы отправили запросы Минприроды с просьбой разобраться со свалкой, которая образовалась в энергетике на месте строительных работ, которые идут под руководством Сухоруких. На земельном участке была обнаружена несанкционированная свалка строительных отходов, примерной площадью 500 квадратных метров. Согласно предварительным данным, земельный участок не разграничен. То есть, в соответствии с земельным кодексом распоряжается и осуществляет муниципально-земельный контроль на данном участке администрация города Барнаула. А Сухоруких утверждал, что это его земля. Мы запросили информацию в Росреестре по поводу реальных земельных границ бизнесмена. Там ответили крайне завуалированно. Всю необходимую информацию относительно характеристик земельных участков, в том числе расположенных в СНТ «Энергетик» города Барнаула, есть возможность получить с помощью интернет-сервиса публичную кадастровую карту. Росреестр так мне не дает полного ответа, какая у него занимает на сегодняшний момент территория. К слову, ни наши юристы, ни мы не смогли определить границы земельных участков по кадастровой карте. Поэтому и обратились в Росреестр, но ВОС и ныне там. А между тем, Минприроды направила письмо в мэрию Барнаула, чтобы там занялись вопросом ликвидации незаконной свалки. А также запрос в МВД, чтобы те установили виновника, который сбрасывает отходы на почву. Сумма штрафа в зависимости от категории лиц варьируется от 3 до 250 тысяч рублей. Мы, в свою очередь, продолжаем следить за развитием событий. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский, Андрей Печоркин. День с толком.